Что ж, я прикоснулся к 97-дюймовому OLED-у, поглядел на несколько прозрачных OLED-ов и даже виртуально прокатился на велосипеде с изогнутым OLED-экраном. И это лишь некоторые из передовых OLED-технологий, демонстрируемых в новом выставочном зале LG Display в Южной Корее. Прозрачный OLED является главным предложением в портфолио LG Display, поскольку компания стремится сохранить свое доминирование на OLED-рынке с большими экранами. Способные переопределить концепцию пространства как в розничной торговле, так и в домашних условиях, прозрачные OLED-ы, благодаря свойствам самоизлучения OLED, обеспечивают прозрачность до 40% в более тонком и легком форм-факторе, чем у прозрачных ЖК-дисплеев. В качестве доказательства концепции LG Display в партнерстве с фустуристической корейской пекарней Paris Baguette установили 38 55-дюймовых прозрачных цифровых OLED-вывесок по всему магазину. Шесть таких прозрачных OLED-панелей висят над входом в пекарню, привлекая внимание посетителей разнообразным контентом, при этом не закрывая обзор самого магазина. За зоной столов находится прозрачный мир медиа-арта, состоящий из 22 прозрачных OLED-экранов, расширяя дизайн интерьера нестатичным цифровым искусством. Кроме того, зона выпечки отгружена 8 прозрачными OLED-дисплеями с дополненной реальностью, позволяющими покупателям наблюдать за процессом выпечки и одновременно наслаждаться цифровыми иллюстрациями. В то время как большинство сценариев использования прозрачного OLED в настоящее время приходится на коммерческий сектор, например, для вывесок или в общественном транспорте, Компания LG Display надеется, что прозрачный OLED со временем появится и в домах людей. Скажем, в форме вот этой вот лайфстайл-концепции, где прозрачная полка может позволить пользователям смотреть телевизор, или отображать различные произведения искусства на заднем плане, чтобы лучше вписаться в вашу домашнюю среду. На данный момент основным продуктом OLED-производства LG Display, который может позволить себе большинство потребителей, являются OLED-EX панели, установленные на многих OLED-телевизорах 2022 года. И, находясь в Южной Корее, я попросил компанию пролить свет на ее OLED-EX технологию. Итак, доктор Ю, в этом году LG Display представили на рынке свою новейшую OLED-панель под названием OLED-EX. Не могли бы вы объяснить ключевые компоненты OLED-EX? OLED-EX – это самая передовая OLED-панель LG Display с улучшенной на 30% яркостью за счет применения дейтериевого материала и повышенной на 30% надежностью за счет применения персонализированного алгоритма и улучшенной впечатления от просмотра благодаря применению новой технологии более узкой рамки. Первое. Он имеет дополнительный дейтерий, который добывается из воды и буквально в два раза тяжелее легкого водорода. Применив этот дейтерий к OLED-панели, мы создали стабильное устройство, более устойчивое к воздействию электрического тока и тепла, чем ранее. Чтобы добиться более яркого экрана, необходимо подавать на устройство гораздо большее количество тока, а благодаря дополнительной стабильности химического вещества дейтерия, OLED-EX в состоянии выдержать большой ток. В результате, OLED-EX может достичь на 30% большей яркости по сравнению с существующей технологией OLED. Второе. Концепция персонализированного алгоритма – это усовершенствованная компенсационная технология. На основе данных искусственного интеллекта, OLED-EX может анализировать привычки потребителей в просмотре и рассчитывать деградацию OLED, обеспечивая оптимальную подачу энергии на каждый пиксель и достижение оптимальной эффективности. В реальном времени, понимая данные изображения, степень использования потребителей распознается как информация о деградации OLED. Это передовая технология, которая обеспечивает более точную компенсацию и увеличение светосилы пикселя благодаря моделированию искусственным интеллектом. Третье. EX-технология максимизирует погружение, обеспечивая рамку на 34% уже по сравнению с предыдущим OLED. Существующая технология JAP требовала десятки TFT и управляющих сигналов и стало возможным уменьшить рамку за счет разработки JAP с интеграцией схем и простым методом управления. И какие преимущества дают эти компоненты для OLED и EX? Применяя эти основные технологии, мы смогли приблизиться к естественной реальности, что является целью OLED. ACE, который является потребительским преимуществом OLED, был еще более усилен. Он превратился в более ценный продукт по сравнению с существующими продуктами с точки зрения качества изображения, которое может более точно выразить замысел автора, обеспечить комфорт для глаз благодаря качеству изображения и быть экологичным. Интересно, что вы упомянули естественную реальность, потому что многие производители и потенциальные покупатели телевизоров последние годы стремятся расширить цветовой охват и повысить яркость света. Можете ли вы объяснить, что вы подразумеваете под естественной реальностью? Мы исследовали цветовое распределение стандартного видео и эфирного вещания, которые наиболее точно соответствуют моделям просмотра потребителей. 70% изображений расположены рядом с белой точкой, которая соотносится к таким цветам, как кожа, небо и трава. То есть, чрезвычайно насыщенные цвета очень редко используются для обычных потребительских видео, причем большинство контента, включая Ultra HD Blu-ray, которые градируются в соответствии с цветами DCI-P3. Что более важно, так это точность цветопередачи, а не размер цветовой палитры. OLED обеспечивает качество изображения, оптимизированное для реального потребительского контента. Несмотря на многолетние данные и удовлетворенность потребителей, некоторые потенциальные покупатели OLED по-прежнему опасаются выгорания. Является ли OLED X более склонным к выгоранию из-за своей более высокой яркости? В целом, когда реализуется высокая яркость на устройствах, срок службы обычно уменьшается. И наоборот, когда срок службы увеличивается, яркость уменьшается. Характеристики OLED X были улучшены благодаря применению дейтерия, что позволило достичь высокой яркости и надежности одновременно. Мы создали бензольную группу, содержащую водород, и заменили водород дейтерием. В результате стало возможным превысить пределы яркости и срока службы, используя материалы высокой яркости, которые ранее не применялись. Стабильность дейтерия и персонализированный алгоритм сильно поспособствовали улучшению срока службы OLED. В этом году на рынке появились первые QD-OLED-панели. Чувствуете ли вы угрозу со стороны конкурентов? Здесь неуместно оценивать другие технологии. Но последние 10 лет LG Display единолично занимались OLED-бизнесом. Но нет ничего плохого в том, что партнер также продвигает бизнес по производству самоизлучающих дисплеев. Всегда есть место для роста. И мы приветствуем расширение рынка OLED. Надеюсь, это будет хорошая конкуренция. Хорошо. В QD-OLED технологии они ограничены размерами экрана 55 и 65 дюймов. Какие преимущества форм-фактора, по вашему мнению, может принести ваша OLED-X технология? Наша компания предлагает различные размеры для удовлетворения потребностей потребителей, при этом значительно улучшая яркость и надежность OLED-панелей. Исходя из этого, наши телевизоры имеют размеры 55, 65, 77 дюймов, а также сверхбольшие размеры 83 и 97 дюймов, обеспечивающие идеальный домашний кинотеатр. Для потребителей, которым нужны игровые или вторые OLED-телевизоры, размер был разнообразен 48 и 42 дюйма. В будущее мы готовим еще больше различных размеров OLED-экранов. Компания LG Display создала полный модельный ряд с превосходным изображением и различными размерами и форм-факторами, включая добавление прозрачных OLED-ов. Однако, мы недовольствуемся этим и постоянно стремимся развивать технологии с точки зрения удобства потребителей и расширения впечатлений. Я задал LG Display еще несколько сложных вопросов, но из-за конкурентной среды, а также в целях сохранения конфиденциальности с производителями телевизоров, которые покупают их панели, LG Display не смогли ответить на эти вопросы публично. Чтобы узнать, насколько OLED-EX соответствует качеству изображения на реальных телевизорах, посмотрите мой обзор LG G2, нажав здесь.